Всем привет! Вы готовы улучшить свой английский и весело провести время? Сегодня мы с вами прыгнем прямиком в сериал «Друзья», будем учить английский, разбирая и переводя короткий фрагмент из этого легендарного шоу. Включайтесь, улучшайте свое слуховое восприятие, учите фразы и слова прямо на лету, ну и не забывайте подписаться на нас и начнем наше приключение. Итак, на новогодней вечеринке героиня сериала Рэйчел дает обещание самой себе, ну и, наверное, всем остальным, что она больше никогда не будет сплетничать, потому что, оказывается, все ее такой считают. Но вскоре она узнает о том, что ее друзья Моника и Чендлер втайне от всех остальных друзей встречаются. И вот что она будет с этим делать, сегодня как раз увидим. О, смотрите! Блэр забыла. Это прошедшее время глагола to forget, забывать. Her glasses. Свои очки. Давайте разберем эту длинную фразу, и она не покажется такой сложной. And she's gonna really be needing these to keep an eye on that boyfriend, who, from what I hear, needs to keep his stapler in his desk drawer, if you know what I'm talking about. Ну вот смотрите, Рэйчел говорит... Вне контекста это и она собирается, или она будет делать что-то. А вот дальше идет... Дословно, действительно будет нужно эти. Ну, согласитесь, какая-то ересь получается, правда? И вот смотрите, как это работает. Чтобы получилось красиво, нужно учитывать слово these, те, то есть очки. Про них имеется в виду. И начало фразы. Очки понадобятся. То есть, ей они действительно будут нужны. Или они ей действительно понадобятся. Ну вот так это работает. И в этом примере очень хорошо заметна разница между мышлением и построением языковых конструкций на русском и английском. To keep an eye, чтобы наблюдать, или чтобы следить. Это прикольное выражение, запоминайте. On that boyfriend, за тем парнем. Вот эта форма to be going, to be doing something. В разговорном английском мы можем так говорить, когда рассказываем о том, что кто-то собирается делать в будущем, причем это действие будет длительным. Ну вот пример. What are you gonna do for us? Что ты будешь делать для нас? I'm gonna be singing. Я собираюсь петь. И теперь оставшаяся часть. Who, from what I hear, needs to keep his stapler in his desk drawer? If you know what I'm talking about. Снова обратите внимание на интонацию. Who, кто, или лучше здесь перевести как к которому, то есть вот тот парень. From what I hear, из того, что я слышу, needs to keep his stapler in his desk drawer. Needs to keep, нужно хранить или нужно держать, his stapler, его степлер, или лучше свой степлер, in his desk drawer, в своем ящике стола. Needs to keep his stapler in his desk drawer. Которому нужно держать его степлер в своем ящике стола. Надеюсь, вы понимаете эту шутку. И вот об этом как раз Рэйчел и говорит дальше. If you know what I'm talking about. Если вы понимаете, о чем я говорю. И вот эта фраза, if you know what I'm talking about, она очень часто изменяется другой. If you know what I mean. Или даже еще больше ее сокращают. You know what I mean. Ну ты понимаешь, о чем я. Или там, ну ты понял. И некоторые ее используют настолько часто в речи, что она уже стала фразой-паразитом. Моника отвечает ей такой фразой. Это, кстати, сокращенное от Рэйчел. Ну так, на всякий случай. Maybe, возможно, your resolution, твоим обещанием, should be to, может стать, гасиплесс, меньше сплетничать. To gossip, это сплетничать. А вот вместе с ним стоит less, это наречие меньше. И получается, to gossip less, меньше сплетничать. Что? Я не сплетничаю. Ну и дальше парни тут ржут, и при этом говорят что-то вроде, yeah, sure. Еще одна фраза, в которой хорошо заметны разницы построения языковых конструкций. Well, maybe sometimes, ну, может быть, временами. I find out things. И вот давайте опять здесь дословно попробуем перевести. Я нахожу вне вещи. Ну вот, согласитесь, снова звучит странно, правда? И тут не просто глагол to find, находить, а to find out. Это фразовый глагол узнавать. Именно он здесь используется. Фразовые глаголы это такая отдельная большая тема. Вот нам, русскоговорящим, они непривычны, и поэтому их просто остается только запомнить. А слово things, вещи, здесь в контексте можно перевести по-разному. Ну и я просто выбрал перевод что-то. Поэтому I find out things. Я узнаю что-то. И далее Or I hear something. Или я слышу что-то. And I pass that information on. И я передаю эту информацию. To pass something on to somebody. Это фразовый глагол, который означает передать что-то дальше. Ну вот, например, вам дали книгу, вы ее прочитали и передали потом другому человеку. Или как в данном случае, вы услышали какую-то информацию и передали ее дальше. Например, I passed your message on to my mother. Я передал твое сообщение своей матери. Кстати, еще один фразовый глагол to pass on означает передать по наследству. Ну, например, деньги, недвижимость или какую-то черту характера. Или ген. Далее. You know, kind of like a public service. You know, знаешь. Или знаете. Kind of like. Что-то типа. И вот это kind of. Это типа, вроде. Еще одно прекраснейшее слово. Паразит. А сленговое, кстати, сокращение от него это kinda. Так что запоминайте, это очень часто используется в музыке, в речи, ну, в общем, везде. A public service общественных услуг. Давайте соединим. You know, kind of like a public service. Знаете, что-то вроде общественных услуг. Maybe sometimes I find out things or I hear something and I pass that information on. You know, kind of like a public service. Doesn't mean I'm a gossip. I mean, would you call Ted Koppel a gossip? Doesn't mean I'm a gossip. Здесь в начале предложения по идее, если вспоминать правило, должно быть местоимение it, чтобы получилось it doesn't mean I am a gossip. Но в разговорной речи it иногда опускается и получается doesn't mean это не означает I'm a gossip, что я сплетница. I mean, ну смотри, или еще эту фразу можно использовать в качестве типа или я имею в виду. Would you call Ted Koppel a gossip? Would you call? Назвала бы ты Ted Koppel Ted Koppel a gossip сплетником. Ted Koppel, вот как он выглядит, это такой один из самых известных американских журналистов. Doesn't mean I'm a gossip. I mean, would you call Ted Koppel a gossip? Well, if Ted Koppel talked about his co-workers botched boob jobs, yeah, I would. И вот Моника говорит дальше Well, if Ted Koppel talked about his co-workers botched boob jobs, yeah, I would. Well, if Ted Koppel ну, если бы Ted Koppel talked about говорил бы о том his co-workers botched что его коллега неудачно сделал. Ну, давайте это разберем поподробнее. Coworker это коллега. И вот апостров и дальше с это как бы притяжание и вот дальше слово botched идет. Переводится оно как непрофессиональный, некачественный, плохой. Далее boob jobs это такая операция по изменению формы груди. Ну, как правило, чтобы сделать ее больше. И давайте теперь это все соберем. Well, if Ted Koppel talked about his co-workers botched boob jobs, ну, если бы Ted Koppel говорил о неудачной операции по изменению груди у его коллеги и окончание этого предложения Yeah, I would. Да, я бы назвала. То есть, Моника бы назвала его сплетником. Well, if Ted Koppel talked about his co-workers botched boob jobs, Yeah, I would. Well, they were like this! Ну и фраза от Рэйчел Well, they were like this! Well, they were, да они были, like this, вот такими. Или лучше перевести как да они выглядели вот так. И тут Рэйчел как раз показывает, что груди были в разные стороны вообще. И становится понятно, что Моника говорила о том, что это Рэйчел как раз сплетничала по поводу своей коллеги с неудачной операцией по увеличению груди. Друзей и другие англоязычные фильмы очень хочется смотреть в оригинале, чтобы понимать все шутки, все интонации считывать. И если вы хотите именно этого и мечтаете о том, чтобы свободно говорить на английском, ваш ключ к успеху это комплексное изучение языка. И именно это предлагает школа Ингликс. Здесь для вас подберут квалифицированного преподавателя составит индивидуальный план занятий, учитывая ваши цели и удобное время. На собственной онлайн-платформе школы собраны лучшие методики обучения и множество интерактивных упражнений. Занятия тут не просто увлекательны, они настолько эффективны, что помогут вам в кратчайшие сроки достичь главной цели, а она это свободное общение на английском. А для новичков у нас есть особое предложение. Используйте промокод Костя при покупке любого пакета занятий и получите плюс три урока в подарок с русскоязычным преподавателем. В описании под этим видео оставили ссылку, так что переходите по ней и начинайте заниматься английским уже сегодня. О, смотри, Блэр forgot her glasses. И она действительно будет нужна для того, чтобы обнимать этого парня, который, из того, что я слышу, должен держать его степлер в его доске, если вы знаете, о чем я говорю. Рейх, может быть, твоя резолюция должна быть гуссипать. Я не гуссип. Ну а дальше Рэйчел узнает такое, что она больше не может сдерживаться и хочет, естественно, всем об этом рассказать, но, правда, обещание ее по-прежнему сдерживает. О, Джоуи, I have such a problem. Мне кажется, довольно легкая фраза, я уверен, что вы ее поняли. О, Джоуи, у меня такая проблема. Если после such стоит исчисляемое существительное в единственном числе, то между ними употребляется неопределенный артикль a. А вот перед неисчисляемыми существительными или множественным числом. Артикля не будет. О, Джоуи, I have such a problem. О, well, your timing couldn't be better. I am putting out fires all over the place today. О, well, your timing couldn't be better. I'm putting out fires all over the place. О, well. Ну что ж, your timing couldn't be better. Вот это отличнейшая фраза и синонимом будет you're right on time. То есть ты вовремя. Запоминайте, пригодится обязательно. I'm putting out fires all over the place. I'm putting out fires. Вот давайте эту первую часть разберем. To put out fires это такая идиома и означает она тратить время на проблемы, которые нужно решить быстро вместо того, чтобы работать спокойно и планомерно. Например, I've been putting out fires all morning. Я все утро решаю проблемы. Ну и вторая часть предложения all over the place. Повсюду. Это еще одно прикольное сленговое выражение. Обязательно запомните. Синоним everywhere. Well, your timing couldn't be better. I am putting out fires all over the place today. Окей, окей, Joey, I have got to tell you something. Окей, окей, Joey, I have got to tell you something. Окей, окей, Joey это окей, Joey. I have got to мне необходимо и вот это модальный глагол have to, который в американском английском может выглядеть как have got to. Tell you something. тебе что-то сказать. Тут идет большое ударение такое на have got и поэтому я перевел его как мне необходимо. Либо можно перевести его как я должна тебе что-то сказать. Joey говорит what what is it what is it что что такое что такое Oh my god it's so huge but you just have to promise me you cannot tell anyone Oh my god it's so huge but you just have to promise me you cannot tell anyone Oh my god it's so huge I don't wanna know I don't wanna know Oh нет-нет я не хочу знать и следующее Yes, yes you do wanna know да-да ты хочешь знать This is unbelievable это невероятно No, 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 no I don't wanna know What? No, yes, yes you do wanna know This is unbelievable I don't care, Rach Look I am tired of being the guy who knows all the secrets and can't tell anyone I don't care, Rach Look I am tired of being a guy who knows all the secrets and can't tell anyone I don't care, Rach Мне наплевать, Rach Ну или если чуть легче перевести Меня это не заботит, Rach Тут смотрите, как вам больше нравится Look Look, смотри I am tired я устал of being a guy быть парнем who knows который знает all the secrets все секреты and can't tell anyone и не может никому рассказать Ну, пока все просто I don't care, Rach Look I am tired of being the guy who knows all the secrets and can't tell anyone What? What secrets? You know secrets? What are they? Быстренькая такая фраза от Рэйчел What? What secrets? You know secrets? What are they? What? What secrets? Что? Какие секреты? Да? You know secrets? Ты знаешь секреты? What are they? Какие? What secrets? You know secrets? What are they? And you're not supposed to be gossiping! And you are not supposed to А ты по идее или А ты вообще-то не должна be gossiping сплетничать To be supposed to это должен, обязан и вот to be supposed to используется когда мы говорим что кто-то должен что-то делать потому что другие люди этого от него ждут Ну вот, например Мы устраиваем вечеринку-сюрприз для Джека в субботу Все принесут что-то из еды Я должен принести торт или Я ответственен за торт и подразумевается что я его принесу Но в данном случае это используется в значении предположения то есть по идее I know I just can't keep this one in I know Я знаю I just can't Я просто не могу Keep this one in Держать это в себе To keep in Фразовый глагол Сдерживать Удерживать Далее So, короче I pick up the phone and Я поднимаю трубку и To pick up Это поднимать To pick up The phone Полезное очень выражение Снимать трубку Ну а дальше Джоуи говорит Not listening to you То есть Я не слушаю тебя Я не слушаю тебя спасибо что посмотрели это видео надеюсь было полезно если действительно так поставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на наш канал и до скорого а